Причина одна по фигическому отношению правительства к поручению президента. Поэтому на этой неделе внести предложение по замене всего руководства правительства. Всей верхушке из резерва кадров, который мною сформирован и у вас находится. Хватит смотреть им в рот и они будут все нам рассказывать, как им сложно, как им трудно. Внести предложение по министру промышленности и по министру строительства. Он сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили? Почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается? Позряка отправить в отставку и найти ему другую работу. Шерстнев, вы вносите предложение по Исаченко. Я согласен, с сегодняшнего дня пусть начинает работать. И не дай Бог, здесь не будет сделано то, что вы наметили. Вчера вы нам эту программу развернули. И то, что я вам поручил. Как вариант, Вовка направьте сюда, который будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал, пусть определяется. Вы почему, Василий Иванович, не обеспечили выполнение моих поручений, как я сказал? Почему не пришли ко мне, не сказали, что вы не можете выполнить? Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели? В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели. Вы мне будете рассказывать о героизме. Президент поставил публично перед народом железобетонную задачу. Решите точку. А вы занялись саботажем. Это ваша работа, как начальника штаба и того же Шеймана, который пришел с первых дней с президентом. И того же Андреиченко, которого я еще не поднял. Он ответственный здесь. Вместе с помощником Субботиным. Я вас для чего сюда направил? Строгий выговор Шельсневу за безобразное, безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал, Вовка, Черного немедленно отправить в отставку. Двигали в Узасю полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю. Представите нового руководителя председателя из полкома сегодня и поставите каждому задачу по всем предприятиям. Вы, Анфимов и Шейман. Чтобы это было реализовано, попробуем без правительства это реализовать. У нас есть некоторые резервы в бюджете и банки. И не дай Бог, к 7 ноября не будет здесь подвижек. Я уже вчера сказал, я приеду, посмотрю, будем пальноводство еще совещание проводить. Не дай Бог, мой глаз зацепится, где-то что-то не так. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...